Привет, друзья! Мы во Внуково, в аэропорту в Москве, летим в Махачкалу, Махачкала, Дагестан, встречай! Меня пригласили на форум рассказать про мой опыт, форум для предпринимателей. Вы знаете, что есть в интернете много роликов негативных по поводу моей франшизы. И у нас в Махачкале есть франшизи, который открыл магазин по парфюму для дома. И я хочу приехать к нему и узнать, какие есть проблемы, какие сложности. И я сам расскажу в этом выпуске про все ошибки, которые я совершал в своей жизни и продолжаю совершать в бизнесе тоже. И как я пытаюсь их преодолевать. И еще, конечно же, мы покажем в выпуске интересные бизнесы в Дагестане, в Махачкале. Короче, смотрите до конца, будет интересно. Амар, давай, рассказывай все как есть. Блин, надо почаще ездить в франшизи, короче. Что, ребят, первый город вообще в моей жизни, где висит вот такой баннер. Я никогда не отличался хорошим умением зерних шашлыков. Мы говорим что-то другим людям, и при этом сами это не делаем. Действительно, большая наша вина. Хочу перед вами извиниться. Ну что, друзья, конечно же, первое самое место для посещения – это торговый центр, где открылся наш франшизи. Его зовут Амар. Амар, узнаем, как у него дела, все ли хорошо, есть ли какие-то проблемы, сложности, не знаю. И вот и он, Амар. Здорово, Сергей. Амар, давай, рассказывай все как есть. Я честно скажу, мы не общались до этого по цифрам, по результатам каким-то. Интересно реально узнать. Расскажи немножко про себя. Итак, меня зовут Амар. Я студент 4 курса Рейнхикса, факультета ресторана гостиничного бизнеса. Впервые я услышал о диффузорах за границей и очень заинтересовался этим. И решил прогуглить, как типичные представители этого. За границей где, в какой? В Дубае. То есть ты увидел где, просто в ресторане, в каком? В отеле, в отеле увидел диффузор. Кстати, я вам расскажу, покажу, что это диффузор. Потому что на самом деле многие не знают, да? Вот, например, вот этот диффузор. То есть это банка, в которой есть жидкость внутри, да? И благодаря вот этим палочкам запах очень вкусный, распространяется по комнате или по ресторану, да? Где ты увидел первый раз, это был как ресторан или что? Это был отель, Широтон. Я решил загуглить. И вышел первым делом в Яндексе Косенко Групп. Ты тогда не знал меня? Совершенно не знал. Я поинтересовался у своего лучшего друга Даниэла. И он мне сказал, что это классный тип, парень, Косенко. Это я, ребята, это я, тип, парень, Косенко. И, соответственно, я уже оставил заявку и приехал к вам в офис. Да. Это было когда? Это два месяца назад было. В январе? Да, в начале января. И я думал изначально, что не все поймут в нашем городе, поскольку это как стратегия Голубого океана на этом рынке. Прикол этого продукта в том, что о нем вообще никто не знает ничего. То есть, по сути, мы такие первые инноваторы. Обычно 5 лет страдаешь, и через 5 лет нормально. Как у вас? Расскажи, вы открылись, какие цифры? За два месяца, можно сказать, так. Оборот 360 тысяч. Прибыль 80 примерно тысяч. Это вполне хорошо для первых месяцев, я считаю. В Махачкале какая средняя зарплата? 15 тысяч средняя зарплата в Махачкале. 15 тысяч рублей средняя зарплата в 80 тысяч за два месяца. Может быть, ты видел уже после того, как открылся, или до того, как открылся, отзывы, плохие отзывы про франшизу. Что ты можешь сказать? Я слышу от многих людей гневные отзывы, поскольку хейтеры есть везде, и они всегда будут. Но также я много узнавал хороших отзывов, положительных о вас и о вашей компании. От текущих франшизы. Да, от текущих франшизы. Просто они стараются умалчивать, как говорится, счастье любит, тишину. Да, все, у кого хорошо, все сидят, никому ничего не рассказывают, просто работают себе, зарабатывают деньги. Да, верно. Смотри, есть, например, такое мнение, что какие-то проблемы с поставками товара, что нет товара. Как у себя? Не повезло то, что мы примкнули к вашему отряду франшизы, когда уже все было налажено. То есть, если до нас какие-то были проблемы, то мы с ними не столкнулись. Да, то есть сейчас все хорошо? Все отлично. Все товары, которые есть. Просто в срок, как положено, до двух месяцев приезжают товары с Францией. Да. Как я обговорил в договоре. Да, супер, отлично. Это очень хорошая новость для меня, в первую очередь, да, потому что для меня важно, я не участвую в операционном бизнесе, я не знаю там всех детальных подробностей, да, и для меня важно, в первую очередь, вот отзывы, да, как есть. Почему ты выбрал эту франшизу в итоге? В принципе, как я вот читал книгу, еще раз повторюсь, стратегии «Голову океана», мне было интересно именно что-то новое принести в эту республику, и остановился выбор на ароматах, поскольку все всегда любят приятные запахи у себя дома, хотели бы это видеть, потому что раньше, как, были палочки, которые поджигали, просили запах во все помещения, но это не настолько приятный запах, от него начинает болеть голова, а диффузор – это более такой умеренный, спокойный, приятный аромат. Здравствуйте, меня зовут Александр Молчанов, и сегодня я расскажу вам о нашей франшизе островных магазинов «Некомтуады Париж». На выставке «Вайбренд» мы представлены нашим новым брендом ароматов. Ароматы для дома – это великолепные свечи, прекрасные диффузоры, которые делают дома наших покупателей особенно ароматными и комфортными. Компания «Косенко Групп» обладает компетенциями в управлении торговлей на островах. Мы используем все плюсы данного формата – это мобильность, это относительно низкая стоимость аренды. Когда мы говорим про нашу бизнес-модель, хотелось бы особенно подчеркнуть, что стоимость входа относительно низка. Для того, чтобы открыть подобные остры площадью 11-15 квадратных метров, нам потребуется всего лишь полтора миллиона рублей. Из этих полутора миллионов рублей 700 тысяч уходит на товар. Этого товарного запаса хватает в среднем на полтора-два месяца торговля. Для того, чтобы обеспечить необходимые выручки и выход на операционный ноль. Какой был стартовый капитал? Сколько всего потратил денег на открытие? В франшизе нам сделали скидку, вашей «Косенко Групп», 150 тысяч. Плошарный занос. Плошарный занос 150 тысяч и плюс 650 тысяч на закупку стартового. То есть всего вы потратили? 80-800 тысяч. Плюс вот сколько аренда, какие-то затраты на оборудование? Отходится 40 тысяч рублей. Также на зарплаты продавцов уходит порядка 30 тысяч рублей. То есть 70 тысяч рублей ежемесячные затраты? Верно. Еще оборудование сколько стоило? Оборудование мы заказывали под заказом обошлось 150 тысяч рублей. Можно и дешевле найти, мы об этом потом только узнали. Да, ну это нормально. Всегда открытие 2-го, 3-го, 4-го обычно отходится дешевле, потому что уже все знаешь. Ну где-то миллион рублей максимум. Да, миллион рублей даже это грубо сказать. В общем ты в целом, как скажи? В целом довольный, поскольку мы собираемся открывать и вторую точку в городе Махачкава и становиться главной франшизе в городе Махачкава и Каспийске. Это основная цель. Помнишь, какая была выручка в первый день открытия? Вообще, какое твое ощущение в первый день открытия? Первый день у нас было техническое открытие в первую очередь. Первый день люди просто подходили, интересовались, но не более того. Первый день не было продаж. Вспомни свои чувства тогда. Это было, конечно, не очень, даже не должно это грустно, поскольку, прежде всего, не больше больших расходов, больше маленьких доходов мы простимулировали путем маркетинговых акций, делали подарки людям, разным блогерам. И все это подействовало, поскольку на день открытия мы украсили наш островок, поставили шарики. И в этот же день уже начались продажи. То есть уже порядка 60 тысяч мы заработали в первый день официального открытия. Это очень хорошо для относительно нового товара, в принципе, для России, для Махачкава и Каспийск. Вспомни, какой был рекорд. Рекорд 8 марта 30 тысяч рублей. Это было просто феноменально. Да, огонь. С учетом того, что у вас аренда 40 тысяч в месяц. Да, за один день практически покрыть всю аренду, это, конечно, круто. Да, супер. Скажи, а где взял деньги на открытие? Соответственно, помог отец, поскольку я еще студент. Да. Но я постарался проявить себя, помочь, чем мог. Скажи, вот давай по 10 баллам, от 1 до 10, насколько порекомендуешь вот на нашу франшизу, своим друзьям, знакомым. Если будут еще и так появляться новые бренды ваших диффузоров, то это будет точно 10, да, на момент 9, могу сказать, точно, да. Ребята, девятка, это для нас реально крутой балл. Видите, есть к чему стремиться, мы будем становиться лучше. Амар, спасибо большое. Я очень надеюсь, что у вас будет все очень круто. Также у меня есть для тебя презент. Это подарок настоящего горца. Вау, ребята, как я люблю подарочки. Это кинжал кубачинского производства с кельявской сталью. Ребята, так меня еще... Блин, надо почаще ездить в фанчези Городь. Я так вдохновился разговором с Амаром, что решил встретиться с дагестанскими предпринимателями. Спасибо, Али. Да, привет, Али. Али организовал встречу с предпринимателями Махачкалы. Кто это, кто эти люди? Во-первых, рады тебя видеть, Сергей. Добро пожаловать на дагестанскую землю. Сегодня Комитет опоры России в Республике Дагестан организовал этот столик, где мы в дружеской обстановке можем познакомиться. Это дагестанские предприниматели, которые успешно занимаются своим делом, развивают его. И сегодня ты своей энергетикой, своим опытом зарядишь их на дальнейшие взлеты. Ну, давай попробуем, пойдем познакомимся. Сергей, насколько тебе помогает блог на ютубе? Ну, самое главное, это вот о чем мы говорили, доверие. Это реально нет вообще никакой проблемы собрать, например, на любой твердый проект, в котором, я уверен, на 100% собрать на это деньги. Как часто ты это делаешь? Я не делаю практически. Вот единственное, я инвестиции собирал вот на Telegram сейчас, ICO. Telegram сделает капитализацию, ну, там, 50-100 миллиардов долларов. Сейчас он оценил, ну, то есть они собирают там 2 миллиарда долларов, он станет 50 миллиардов долларов. То есть тот, кто сейчас купит, сделает x25. Ну, через какое-то время, да, там, через год, может быть, через полтора, через два. Вот, но гарантированно это будет так, потому что, ну, сейчас есть валюты на рынке, да, на криптовалютном рынке. Там он весит 320 миллиардов долларов. Был 800 миллиардов долларов. Если он останется таким, как сейчас, то Telegram, ну, займет там топ-3 мест, топ-4. Поэтому он, скорее всего, это будет прибыльно. Поэтому, когда я начал вот собирать инвестиции в Telegram, это был мой первый вообще в жизни опыт. Я говорю, вот мы собрали, я собрал 2,7 миллионов долларов за неделю. Наконец-то моя любимая часть переодевания. Я никогда не отличался хорошим умением жарения шашлыков. Спицы у меня выходят получше, вы уже знаете, с бара, додо, пицца. Кто там еще у нас был? Да, и все, пойдемте дальше. Погнали. Итак, с вами Сергей Поваренко, ваш любимый шеф-повар. И сегодня мы готовим каре ягненка, запеченная с яблоками в тандере. С нами Надира. Надира – это су-шеф этого ресторана. Ресторан Казан Мангал, да, Махачкала. Так, значит, что это такое у нас? Это, собственно, баранина. Нормально или поменьше? Хорошо? Блин, я думаю, что нам бы добавил рейтингов, если было много крови, да? Так, волнительный момент. Начинаем работать с огнем. Это, знаете, мы как привлекаем инвестиции сейчас. Сладкий соус. Вы использовали сладкий соус? Да, это мой фирменный. Мой фирменный сладкий соус. Мед и горчица, ребята, я там замешиваю в нужные пропорции. Будем учиться танцевать? Ну давайте, да. Я не знаю, я плохой. А, хотя у меня было три года опыта народных танцев. Только народные были русские народные. Ага. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Быстрее, быстрее. Так. Что, ребят? Первый город вообще в моей жизни, где висит вот такой баннер. Обратите внимание. Это, соответственно, Косенко ритейл группа. Это группа наших компаний. Это все наши бренды. И здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь спикеров завтрашней конференции. Я думаю, что будет очень круто, потому что весь город, мы сейчас проезжали, весь город увешан баннерами об этом мероприятии. Короче, такую организацию я еще не видел. Вообще, парни красавчики. Так, друзья, уже через пять минут начинается выступление. Из них шесть дагестанцев. Я один. Буду защищать честь остальной России. Короче, я надеюсь, что будет интересно. Влогер, предприниматель. Встречаем лабурное сэплеснение Сергей Косенко. Воу, тут такой свет. Всем привет, привет, ребят. Принцип номер один. У меня не получится. Эта мысль есть у каждого из вас. Обычные парни. Вот я, я тоже довольно обычный парень. И я сделал свой бизнес. Я полетел в Китай, потом я потерял 10 миллионов рублей. Это было 2013 год, пять лет назад, когда я ушел из банка. Я взял денег в кредит. У меня был свой капитал, да, который я заработал в банке. Я тогда придумал, знаете, какую революционную идею. А, кстати, да, я все время забываю о том, что не все люди почему-то знают, что такое плед с рукавами. Это такой плед большой. Там две дырки, руки вставляешь, и можно читать книжку. Да, странная идея была у меня, да. Я, я думал, что это революция, она сейчас просто поменяет мир. Вот, и я вот купил три контейнера этих пледов с рукавами. Как вы думаете, какая была выручка первого дня? Выручка 1500 рублей. Все расходы, абсолютно вообще все реально было, как я запланировал, кроме одной строки. Строки доходы. Я еще должен был платить по кредитам. Как вы думаете, как я платил по кредитам? Я взял новый кредит. В этой ситуации у меня было только два варианта, да. Либо грустить. Я выбрал что-то делать, хотя бы что-то. В итоге я выжил, да, кое-как. Что делать, когда у тебя долги, когда всем вокруг должен, и ты еще должен улыбаться, да. Потому что больше никто не даст, если перестанешь улыбаться. Я сделал вот эту компанию, которая сейчас есть. Вы должны понимать сейчас, это очень важно. Первое возражение, кто не верит в себя, да, кто не думает, что у него получится. В любой точке мира, в любой стране, в любом возрасте, любого пола, в любой экономической ситуации есть человек, который стал очень и очень успешным. Что, друзья, я вам покажу одну из самых известных достопримечательностей Дагестана. Это Сулакский каньон. Он на 120 метров глубже, чем знаменитый американский Гранд Каньон. Это место с нереальной энергетикой. Когда ты бесконечно движешься вперед, и ты бесконечно снимаешь контент, да, ты постоянно берешь интервью, ты забываешь остановиться на месте и подумать. И вот такие места идеальны для этого. И я очень счастлив, что могу быть здесь, могу это вам показать, с вами поделиться. Замрите и почувствуйте вот эту огромную силу. Вчера я выступал перед предпринимателями и сегодня поймал себя на такой мысли. Мы говорим что-то другим людям и при этом сами это не делаем. Это очень странно, да? Мы говорим что надо быть хорошим, надо быть добрым и сами при этом потом злимся. Так часто бывают такие двойные стандарты. Во время своего выступления одна из важных мыслей, да, что предприниматель это человек, который всегда берет на себя ответственность за все, что он делает и не сваливает на других, да. И я почему-то всегда говорил, вот наши франчези, да, наши партнеры, вот они предприниматели, они виноваты. Я, получается, сваливаю ответственность на них и это тоже неправильно. И я хочу сказать, да, хочу, во-первых, извиниться перед всеми франчези, перед всеми партнерами, у которых не получилось, да, по какой-то причине, причина, которая зависит от нас или от каких-то поставщиков или еще от кого-то, но в любом случае от касания с нашей компанией, да, они не стали счастливее. Поэтому я хочу извиниться перед всеми и указать, да, на ошибки, на свои ошибки, какие мы совершали по нашему вот новому бренду парфюм для дома, Arom Pari. Первая ошибка была какая? Да, мы открыли один магазин, мы, он работал месяц, у него были суперкрутые показатели. За год он уже окупился, но после того, как месяц просуществовала модель, мы стали продавать франшизу. Мы не стали отказываться, да, от денег, которые приходили. Это была большая ошибка, да, первая, это непроверенная модель. Франчези знали, что она непроверенная на год, то есть они видели, что мы открыли первый магазин, но доверились нам, да, что у нас большой опыт в этом, у нас он действительно большой. Вторая ошибка, да, мы не проверяли франчези, неопытные люди никогда, они полностью доверились, да, полностью доверились. И, конечно, то, что они не получили деньги, ну, я искренне считал, что все люди могут быть предпринимателями. Я сейчас понял, что это далеко не так, да. 5-10% людей готовы жить в этом хаосе, в ошибках, да, вот в этих вот постоянных проблемах. Многие не готовы просто, и они, ну, просто это не для них. Третья ошибка, да, это ошибка уже техническая. В финансовой модели, которую мы построили, там были явные несоответствия, да, что у людей просто не хватало денег на закупку товаров. Даже в идеальной модели, да, просто нельзя покупать франшизу на последние деньги. Это нельзя делать, когда у тебя есть всего миллион рублей, и ты берешь 200 тысяч еще в долг у своих знакомых, у друзей, у родителей, то потом у тебя очень большая ответственность. Получается, что тебе нужно докупать еще какой-то товар, да, у тебя просто нет на это денег. Задержки с поставками, если есть отсрочка, то, конечно, ты не успеваешь. Потом четвертая ошибка наша, да, мы слишком доверились одному поставщику. Хоть это очень большая компания, номер два вообще в Европе по поставкам товара, по объемам, но они не справились, да, с теми объемами, которые у нас были. Они нам предоставили какие-то цифры, что свечи продаются там в 70% случаев, да, оказалось, что совсем другой ассортимент продается в России, а нашего ассортимента у них попросту нет. Надо было сразу искать новых поставщиков, да, мы это сейчас сделали уже, у нас уже 4 поставщика уже есть, да. И пятая ошибка, мы все делали очень много. Сразу продали, там, я не знаю, 40 или 50 франшиз, это очень много. Просто большой объем, надо быстро увеличивать структуру компании, там, да, людей, которые этим занимаются. Сложно найти сразу быстро. И вот это как снежный ком, когда их много оказывает, да, сервис на максимальном уровне, на максимально высоком. Ну и, конечно, мы все умны задним, да, задним числом. Мы все понимаем назад. Мы уже делаем жесткий отбор франчези. За последние 2 месяца мы не продали ни одной франшизы, да, чтобы не было недовольных. Мы выбираем очень тщательно. Мы изменили финансовую модель, мы поставили на реальные цифры нашего результата за год. У нас есть уже цифры, да. У нас есть успешные магазины. Вот, например, там парень из Махачкалы, да, 20-летний парень, у которого все хорошо. Наши собственные магазины, они в прибыли. Один уже окупился полностью. Сейчас все поменялось, но те, кто до этого был, там реально были задержки, были какие-то сложности. Поэтому я еще раз хочу перед вами извиниться и сказать, что действительно большая наша вина, да, И мы готовы признавать эту вину, с вами встречаться, да, как-то улучшать ситуацию. Спасибо всем, друзья. И помните, что ответственность всегда только на вас. Вы единственный, да, кто принимает решения и кто создает мир вокруг себя. Ну что, я уже заговорил вас о всем. Буду прощаться. Пока, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам понравился этот выпуск. И, конечно, подписывайтесь на канал, если вам нравится то, что здесь происходит. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok